Здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала. Меня зовут Лидия, проживаю я в городе Красноярске и сегодня видео будет посвящено рассаде. Здесь в контейнере у меня еще рассада томатов, которую надо будет пересадить в отдельные стаканчики. Подсеяла немножко цветочков. В этом контейнерочке у меня сидят два томатика. Это снеговик, а это оранжевая шапочка. В такие контейнеры я всегда высеваю семена томатов и с двух сторон делаю такие вот отметочки. Пишу название сорта томата, когда она у меня посеяна и сколько штучек. Вот сейчас покажу. Вот так у меня, так сейчас подниму, вот так с этой стороны у меня посажены и отметочки, и с этой стороны тоже у меня посеяны томаты. И также отметочки у меня сделаны сорта, когда посеяны, сколько штучек. Вот. Сегодня буду пересаживать в отдельные стаканчики свою рассаду, наконец-то. Готовлю грунт. У меня здесь земля. Малышок от фермы Фаска, специально для перцев и томатов. Вот. Вермикулит обязательно. Еще покупаю в Леруа грунт обычный универсальный и биогумус. Вот. Это все, чем я пользуюсь. Грунт я смешиваю в тазу. Мне так удобно. Смешиваю два грунта. Питательный универсальный вермикулит и биогумус. Получилась вот такая рыхлая, дышащая, питательная земелька у меня для пересадки моих томатиков. Вот эта земля, в ней еще вот, посмотрите, сколько разных палочек было. То есть не чистый грунт. Все-таки попадаются разные палочки. Вот. Я все это выбрала. И сейчас буду пересаживать свои томатики. Осматривая свою рассаду, я обнаружила не на всех этих растениях, но на некоторых вот такие вот фиолетовые прожилочки. Почитала. Возможно, не хватает фосфора. Ну или, хотя я подкармливала монофосфатом калия, возможно, что температурный режим у нас скачет. Поэтому вот. Еще может быть сортовая особенность. Вот здесь у меня томат. Называется синяя гроздь. Вот. Синяя гроздь. И посмотрите, какие прямо фиолетовые-фиолетовые листочки с обратной стороны. Вот. Не знаю, то ли это сортовая особенность, то ли это все-таки у меня нехватка фосфора. Вот. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой вот напастью. Для пересадки беру вот такие вот баночки из-под сметаны. Вот. Удобно. Обрезаю верхний бордюрчик вот этот получается. И все. И стаканчик становится вот такой мягенький. Вот. Также делаю здесь прорези. Вот. Отверстия. И с другой стороны тоже. Вот так вот получается. Вот так вот с обоих сторон получается отверстие для того, чтобы не было застоя воды. И чтобы рассада дышала. И так я делаю со всеми стаканчиками. И так я делаю со всеми стаканчиками. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не стала я снимать весь процесс пересадки Каждый и так знает как пересаживать томаты Ничего здесь сложного нет Вот так вот у меня сейчас выглядят мои томаты Пересадила я здесь у меня разные сорта и гибриды Вот разные они все и высокорослые и детерминатные крупноплодные и низкорослые детерминатные и черри тут у меня разные-разные томатики Здесь у меня и детерминатный гибрид снеговик Вот маленький он такой у меня был посажен 5 марта И оранжевая шапочка это вообще горшечный томат Также он был посеян у меня 5 марта И вот 30-го я получается их пересадила в отдельные емкости Разные сердце Минусинска у меня здесь Разные и Дебарао, черные, и Буденовка, и Верлиока Также посеяла и Амурский тигр, и Амурские волны И Сенсей, сердцевидный полосатый Разные Пузатахата Вот, Малахитовую шкатулку И Казанова Интуицию посеяла Синие грозди Жаркие угли И Золотая клуша Вот, Ультраскороспелый И Афрачери у меня посажены Разные Черри, черный шоколад Первые свои томатики я высевала 26 февраля А получается вот 5, 8 и 30 марта Уже их пересадила в отдельные емкости И на сегодняшний день так они у меня вот выглядят 31 марта 2023 года И снова весь из подоконника Здесь у меня сладкий перчик И здесь тоже у меня перчик еще не пересаживала Здесь у меня лабелия посеяна 26 было марта Лабелия и виола Здесь у меня питунья Также 26 я ее высевала Разные тут сорта у меня Посмотрите, начали всходить Красавицы мои Прикрою еще Пусть посидят, еще погреются Здесь у меня остеоспермум Рудбекия Кориопсис И сальвия красная Тоже сейчас открою Покажу, что там у нас Так Вот, посмотрите Уже петельки показываются Процесс идет Да-да Вот, пусть еще посидят маленечко Порадуют нас потом Цветением своим подрастут Здесь у меня фуксии Два вида сидят в стаканчиках Два вида петхоа и петунии Вот, тут это петунии и петхоа, которые я покупала А это петунии, которые я высевала 18 февраля я их посеяла И вот на 31 число Вот такие они у меня подросли Получается месяцем с копейками Вот, все были одинаково посажены Посеяны Но вот развиваются все по-разному Вот, это мои вчера пересаженные томатики Вот, сейчас покажу небольшой обзор Вот так они у меня выглядят на 31 марта Здесь у меня хурма, две штучки Вот, и интуиция у меня тоже Вот две штучки я посадила в один стаканчик Места на подоконнике маловато Поэтому некоторые посеяны Посажены, вернее, у меня по двое в стаканчики Здесь у меня лук на зелень Три контейнерочка Вот, сейчас покажу Здесь у нас эксперимент по окружающему миру у ребенка Здесь у меня два опрыскивателя В одном у меня здесь разведен монофосфат калия Для подкормки То, видите, увидела эти фиолетовые листочки И решила, что все-таки надо еще раз будет подкормить Мою рассадушку Вот томатиков Ну, вот так вот выглядит моя рассада на 31 марта 2023 года Вот На подоконнике у нас здесь зима снова Посмотрите Буквально позавчера у нас стояла плюсовая плюс 16 Тепла погода А на сегодня вот холодно Вот так у меня окошечко прикрыто Чтоб не дуло Поддоны Такие вот у меня тоже На которых стоят стаканчики И также они у меня вот на такой вот Подложечке тепленькой И здесь она как бы отражает свет еще Чтоб вот грелись Мои Моя рассадушка Томаты у меня здесь посажены И для того, чтобы выращивать в теплице Высокорослые и низкорослые Также, которые можно и в открытый грунт посадить Разные сорта я показывала Вот хочу еще вам показать Здесь я купила вот такую красоту Это петхуа Гибрид получается Скрещенная питунья И калибрахуа Здесь у меня две штучки Желтая и красная Яркая будет Также купила Фуксии Две штучки Тоже Хочу посадить в кашпо Чтобы была такая красота летом Ну вот, друзья мои На этой прекрасной ноте Заканчиваю я свой ролик Всем желаю Отличного весеннего настроения Желаю отличной рассады Всем всего доброго До новых встреч Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова